Друзья, всем привет! Нашел для вас сегодня интересную статью, давайте зачитаем ее и в комментариях обсудим. Алла Пугачева лишится израильской пенсии из-за Максима Галкина. Примадонна уже год, как имеет двойное гражданство, но никакие социальные выплаты по возрасту ей не положены. Алла Пугачева теперь редкий гость в России. Почти год она живет в Израиле и даже получила паспорт этой страны. Еще прошлой весной Максим Галкин, а он имеет право на гражданство по материнской линии, помог семье с оформлением документов. Пока это временные паспорты с сроком на один год, но если никаких нарушений не будет, то уже совсем скоро Примадонна, Лиза и Гарри получат паспорта с сроком на пять лет. Но я так понимаю, что это даже как бы не паспорта, а скорее всего как вид на жительство. Вот в Швейцарии у меня тоже так сначала было один год, потом два года давали, его сейчас дали на пять лет. Положена ли Алле Борисовне пенсия по старости в Израиле? Этот вопрос задаваются довольно часто. В России артистка получала ежемесячно более 50 тысяч рублей. Столь высокая сумма обусловлена ее статусами и званиями. Но в Израиле пенсионерка тоже имеет право на местные льготы, независимо от двойного гражданства, хотя есть определенные условия. Пугачева может претендовать на ежемесячное пособие по старости, даже если не имеет трудовой стаж в данной стране. Государство будет выплачивать ей минимальную сумму. Эта схема похожа на российскую. У нас тоже люди, которые не заработали обычную страховую пенсию, оказалось недостаточно страхового пенсионного стажа, или вообще ни дня не трудились, пенсию все равно получают. Но социальные выплаты по старости всегда минимальны. Это сейчас около 7 тысяч рублей. В Израиле, чтобы подать документы на социальные пособия по старости, нужно быть уже пенсионером по возрасту и иметь статус жителя. А вот гражданство не обязательно. Это все, в принципе, у Аллы Пугачевой есть. Жительство подтвердит наличие недвижимости, семьи в этой стране или большое количество времени, проведенное в Израиле. В таком случае можно претендовать на выплаты. И они гораздо выше российских 7 тысяч рублей. Размер пособия зависит от возраста пенсионера и количества человек в семье, говорит генеральный директор консалтинговой группы. Например, на одного человека выплачивается в перерасчете на рубли порядка 35 тысяч рублей, а на супружескую пару с двумя детьми 80 тысяч рублей. Кто из Израиля, друзья, напишите, правда ли это? Потому что очень интересные законы. И интересно, да, вот если человек... Я тут даже, понимаете, эту статью взял не из-за того, что я хочу что-то против Аллы Пугачевой сказать, я не собираюсь ее деньги считать. Я понимаю, что она может даже не рассчитывать на пенсию, у нее и так хватит денег до конца жизни и своим детям, и ее внукам. Но вот эта вот сама система израильская, неужели так вот она сделана, что прожив несколько лет в Израиле, если ты в пенсионном возрасте приезжаешь, неужели тебе потом будут просто так платить пенсию, если ты там никогда не работал? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Значит, Алла Борисовна может подать документы, но будут выплаты или нет, зависит от дохода семьи. Важно, чтобы сумма семейного бюджета со всеми выплатами не превышала максимальную заработную плату, умноженную на 3. Система сложная, и репатриантов консультируют по выплатам отдельно. Учитываются и суммы доходов не от работы, например, прибыль от инвестиций или операций с недвижимости. Другой момент, на который я обратил внимание, что если настолько сильно следят в Израиле за всем, что у человека есть, то, к сожалению, мы все-таки переходим, как мы это не хотим. Думают в это все цифровое слежение за каждым. То есть уже невозможно что-то скрыть, даже какие-то инвестиции, недвижимость. Мы все под колпаком. Скорее всего, в получении израильской пенсии Алле Борисовне откажут. И дело не в российской пенсии в 50 тысяч рублей, а в доходах, которые приносит семью Максим Галкин. Скорее всего, зарабатывает он больше потолка определенного социальной службы Израиля. В пользу этого говорит и тот факт, что семейство обосновалось в Кесарии, одном из самых дорогих районов города. Но, с другой стороны, у Максима Галкина же есть организаторы концертов. Возможно, даже на них организованы какие-то там ИП предприятия, на которые поступают деньги, расчетные счета. И вполне возможно, что они не в Израиле зарегистрированы. Максим Галкин в России, у него были ИП, через которые он делал концерты. А сейчас, может быть, на него вообще ничего не висит. И тогда они смогут получать пенсию. Проверить доходы Галкина местным службам не составит труда. Все операции проводятся в безналичном формате. К тому же, если у Мариуса остались доходы в России, то они тоже будут учтены. А, вот видите, значит, реально все под колпаком. И даже, если что-то открыто в других странах, то это все учитывается. Между Россией и Израилем действует соглашение о финансовой прозрачности. Его сущность сводится к тому, что страны обмениваются информацией о том, какие выплаты там получает тот или иной человек. Это означает, что россиянин, имеющий в нашей стране высокие доходы, не сможет получать пособия в Израиле. Так что, друзья, вот такой вот вам лайфхак. Если у кого есть возможность и желание поехать на старость лет в Израиле, и у вас ничего, например, в России нету, что в Израиле вы каким-то образом попали, может быть, вышли замуж, или нашли себе какой-нибудь маленький бизнес, и как-то там его ведете, но уже находитесь на пенсии, то вполне возможно, что вы тоже можете претендовать на сумму минимум 35 тысяч рублей. А если вы вдвоем, и у вас есть два ребенка, например, то вы можете даже на 80 тысяч претендовать. Опять же, я не знаю, сколько это по финансам в Израиле, насколько это большая сумма, но жду ваших комментариев от знатоков, кто в курсе и кто там проживает. Все, друзья, всем хорошего дня, хорошего настроения. Всем пока-пока и берегите себя.